Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы собрались здесь для того, чтобы приветствовать нашего замечательного юбиляра, дослуженного деятеля искусств Украины, Виталия Куценко с 75-летием со дня России. Дорогие друзья, сегодня двойной юбилей, 75 лет со дня рождения и 50 лет истории творческой жизни. Жизнь артиста Виталия Куценко богата событиями, богата разнообразными встречами, художественными открытиями и даже приключениями. И поверьте, что на основе этой жизни артистам можно было бы писать роман, снимать художественный или документальный фильм, а может быть поставить оперу или написать симфонии. С чего же начиналась жизнь Виталия Куценко-артиста, который в течение 50 лет определял судьбы украинского оперно-симфонического дирижирования. Да и не только украинского, как станет совсем недавно всем нам известно. Да, 50 лет творческой биографии, но история Виталия Куценко-музыканта охватывает всю его жизнь. Ведь ребенком он начинал постигать мир посредством музыки, музыкальными образами. Он стремился превратить все, что только можно было превратить в музыкальный инструмент. Иногда это было даже смешно, оказалось нелепым. Но вскоре все окружающие его умерли, что для Виталия Куценко вселенная вокруг него является музыкальным миром. И после окончания десяти летки он выступает в музыкальное училище. А до этого он участвовал в самодеятельности. Пел в поле, играл на разных музыкальных инструментах. Ездил в Харьков из Печенек для того, чтобы посмотреть, как легендарный актер Леонид Быков играет на сцене профессионального театра ту роль, которую он играл в самодеятельном театре. Проходит время, Виталий Данилович поступает в консерваторию, в Харьковскую консерваторию. И кажется, что любой инструмент ему под властью. Еще юношей он стал своеобразным таким яблоком раздора, если позволить на такое сравнение, между разными музыкантами. Каждый хотел видеть его в своем классе. Ему была уготована судьба и волторниста, и фаготиста, и трубача столь одарен он и был. Но на том этапе победительницей оказалась Волторна. И спустя всего лишь один год он играл на Волторне знаменитое соло из второй части Пятой симфонии Чайковского. Переломным моментом в жизни нашего дорогого юбиляра стало появление в Харькове первой в истории Украины женщина-дирижера. Это была яркая, брестательная, с огненным темпераментом Алиса Константиновна Ведулина. И она распознала в талантливом студенте, в талантливом юноше будущего дирижера. И порекомендовала ему ехать в Ленинград для того, чтобы отточить свой оперно-симфонический дар, оперно-симфонический талант. И Виталий Данилович Куценко чтит, уважает и всегда с благодарностью вспоминает Алису Константиновну, как и всех своих учителей. Что было в Ленинграде? Там его окружили талантливые молодые люди, брестательные педагоги. Но более всего, наиболее значимым для него оказался один из дирижеров, который представлял школу Николая Мальхо. А в свою очередь Николай Мальхо в своей истории восходит к Артуру Никишу. Этому дирижеру рубежа 19-го и 20-го веков, который представляет австро-немецкую дирижерскую школу, но повлиял на мировую школу в мировом контексте. И вот цитируя Виталия Даниловича, скажу его слова передам вам. Мы все вышли из Никиша. И поэтому та школа, которую в течение 50 лет преподносит, как дирижер Виталий Куценко, она относится через сады ряд преемников, к австро-немецкой традиции прежде всего. И эта сдержанность, которая на самом деле, сдержанность жеста, скрывает огромный темперамент. Она, по-видимому, у Виталия Даниловича является и врожденным качеством, и вместе с тем приобретенным, благодаря тому, что австро-немецкая традиция Артура Никиша так была чтена тогда в Ленинграде. И наш юбилеар ее наследовал. И вот ленинградская концентратория окончена. И что же? Виталий Куценко возвращается в Харьков, начинается, пусть недолгий, но второй харьковский период в его творческой биографии. А что же было потом? А потом был тот период, который с полным основанием мы можем определить романтическим именем. Годы странствий. Виталий Данилович узнает, что открывается Марийский музыкально-драматический театр. А поскольку он давно мечтал о сцене, о том, чтобы быть дирижером или в опере, или в музыкально-драматическом театре, он едет туда и работает там с большим успехом, он ставит вторую в историю национальную марийскую оперу, первый в истории национальный марийский балет. Затем были Самарканд, Казань, Томск и везде Виталий Данилович работал с огромным успехом. Шли годы, годы странствий закончились и третье возвращение в Харьков, второе возвращение в Харьков и третий харьковский период. И вот этот период длится уже 30 лет. Из них 13 Виталий Данилович работал в филармонии на разных должностях, в том числе он был и дирижером филармонии. И в 18 лет он отдал Харьковскому театру. Не правда ли значительный вклад в историю Украины, в историю нашего города? Дорогие друзья, позвольте пригласить нашего юбиляра на сцену. Уважаемые друзья, вы знаете, за такой большой, такой насыщенный творческий путь. Виталий Данилович, конечно же, работал с самыми разными оркестрами. И сегодня для нас Виталий Данилович оказал высокую честь, оказал высокую честь молодежному академическому симфоническому оркестру виртуозы слабожанщины. Именно с этим оркестром свой 75-летний юбилей и 50-летний юбилей, имеется в виду творческая деятельность музыканта, будет проводить Виталий Данилович. Виталий Данилович, мы хотим вам пожелать сегодня, чтобы вся ваша оперно-оркестровая кавалерия всегда была легкой. Мы хотим вам пожелать, чтобы ваша оркестровая рать всегда была у вас достойна. И являясь кавалером и по духу, и формально, потому что Виталий Данилович является кавалером почетным. Вот тут вот такой у вас знак. Есть, есть. Есть, да, где изображен, вон на лошади, в шаги. Вот являясь кавалером, мы хотим, чтобы вы всегда украшали собой наши сцены нашего города. В частности, эту сцену. Желаем вам огромных-огромных творческих успехов. Мы благодарим вас за оказанную оркестру честь сопровождать вас в вечер вашего юбилея. Дорогие друзья, сегодня вас ждет большая творческая программа, большая концертная программа. И очень важно, необычайно важно, что юбилея в качестве предводителя оркестровой рати принимает в ней участие. Я думаю, что пришло время, начало, собственно, уже музыкальной части нашего вечера. Я про вас? Обязательно. Обязательно. И в таком случае я хочу сказать, что есть один из принципов у Виталия Даниловича. Когда его спрашивают о том, какое произведение ваше любимое. Виталий Данилович отвечает таким образом. Мое любимое сочинение то, над которым я работаю в данное время. Но тем не менее, он в интервью признался, что все-таки такие вершины, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович и Петр Ильич Чайковский, но это одни из главных композиторов в его творческой биографии. И вот сегодня, дорогие друзья, одно из произведений великих симфоний, и одна из великих симфоний, величайших симфоний Петра Ильича Чайковского прозвучит для вас в исполнении оркестра под управлением нашего юбилея. Итак, дорогие друзья, Петр Ильич Чайковский, симфония номер 4 в четырех частях. Исполняет молодежный академический симфонический оркестр «Виртуозы слабожанщины». Дирижирует заслуженный деятель искусств Украины Виталий Куценко. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА